Продолжение следует... У Бориса Юрьевича четкая была установка всегда, что нужно самому укрепившись, что называется, на этой земле, двигать вперед именно общественные процессы. У меня такой рваный график, я люблю работать до 12, я, по-моему, уже забыл, когда приезжал раньше, наверное, домой. Я сплю мало, но пытаюсь с утра заниматься спортом. Я трудоголик, потому что я так живу и субботы, и воскресенья. Вся семейство совершенно четко это принимало, что его занятость и увлеченность делами – это ни в коей мере не какое-то пренебрежение к семье. Мы вместе жили в коммуналке. Это замечательная история, которой я, на самом деле, рада, что мы застали еще вот эту вот московскую чистую историю. Опыт коммунальной жизни, он еще и был чем интересен для моих друзей. Вместе там на этой коммунальной кухне, вместе с соседями, с бабушками, что-то готовили, что-то потом вместе праздники справляли. Можно? Здравствуйте. Всю жизнь была одна прописка. Вернее, переулок со мной прописки. Было два разных дома, но переулок был всегда чистый. Чистый переулок, город Москва – чистый переулок. Сначала был дом 10, сейчас дом 6. Был. А теперь будет Новороссийский поселок Амбраун-Дюрсо. Я люблю Амбраун-Дюрсо, и для нашей семьи это стало огромной частью нашей жизни. Это больше, чем просто бизнес. Я тут люблю жить, я люблю тут работать, и я чувствую себя здесь местным. Зайдя в любой цех, можно вспомнить, что было и что сейчас стало с этими участками, с этими цехами. С приходом Бориса Юрьевича, конечно, пошла работа. Поэтому я считаю, с его приходом у нас забот преобразился. Поселок вот с тем, который у нас был, не узнать, конечно. У нас просто курорт стал. Просто красиво, нам есть где отдыхать, где, допустим, вот, ну, с детьми выйти. Все площадки оборудованы. Он может заразить идеей и дать понятие о мечте. То есть он все-таки романтик. Мы фиксируем именно уголовное преследование предпринимателей. Постоянное психологическое, естественно, давление на людей. Постоянное давление на следствие с целью признания вины. Десять лет. Мне грозило десять лет. Я нахожусь под арестом. И списываю 150 ручек. Одно из обращений – это Борису Юрьевичу Титову. Когда видишь глаза, когда видишь, встречаешься, особенно в СИЗО с предпринимателями, то не воспринимать это как трагедию невозможно. То есть ты поэтому прирастаешь сердцем, и когда случаются успехи, то это, конечно, большая радость. В результате, ну, абсолютно таких, как мы увидели, надуманных обвинений, человек три года должен был скрываться, уходить от преследования, потому что его могли посадить в СИЗО. Но, слава богу, все решается, и будем продолжать вместе защищать ваши интересы, потому что мы считаем, что вы абсолютно в нем виновны. В 90-е это было время жесткое, но, наверное, оно научило нас быть более выдержанными, более готовыми к тому, чтобы держать удар. Я действительно спал с ружьем под кроватью. Это был быт, которым в постоянном режиме ты подвергался опасности. И, наверное, в какой-то степени помогает мне сегодня защищать предпринимателя, как амбудсмен. Инвалиды, которые хотят, задумываются об открытии ИП. Их пугает, действительно пугает необходимость с момента регистрации выплачивать вот эти платежи. Ни рабочие пенсионеры, ни инвалиды не должны платить социальные страховые платежи. Да, снег у вас тут. Никогда, поскольку был в Крыму, ни разу не видел снег. А сейчас вот как стало все-таки легче с работой, по уровню жизни? Вы знаете, насчет работы. Работа есть. Конечно, хочется побольше. Мы-то сейчас предлагаем сделать так, чтобы вы покупали патент до 20 тысяч рублей. Ни налоговые, ни какие-то другие проверки, которые связаны с вашей деятельностью, как в целом их не было. Ну да, очень-то было хорошо. Патент закончился. Не надо сниматься с учетом. То есть никакой бюрократии вообще нет. То, что какие будут проблемы, обращайтесь. У нас есть уполномоченный. А чебуреки очень вкусные. На здоровье. Суточный цыпленок. По-настоящему ему всего один день от роду. Мне просто хочется, чтобы в России было таких фабрик, как здесь, наша ржевская птицфабрика, было много. И не только в птице, но и по производству станков, и телевизоров, и велосипедов. Я иду в президенты для того, чтобы показать, какая может быть экономика России. Страна наша, Россия, обладает очень большим человеческим капиталом, который зачастую внутри страны все время прижимается. Это было во все времена. Вот Борис Юрьевич хочет это открыть, эту банку, выпустить этого джина, людей в нашем государстве, открыть, чтобы они свободно занимались делом, свободно творили, предпринимали, шевелились, создавали. У нас все это есть. Очень важно, чтобы не только люди, не только предприниматели поверили в возможность наших экономических реформ, но первое, чтобы поверило само государство, поверило в собственных людей, поверило, что хранить и инвестировать в Россию – это менее опасно даже, чем держать на депозитах в Америке. Кудрин, у него своя стратегия, он пошел по коридорам, по кабинетам, засекретил с тем, чтобы добиться утверждения сверху. Мы идем по другому пути. Мы популяризируем, мы используем площадку выборов и думскую, и создание партии. И сегодня президентские выборы для главного. Видите, как поступали все страны со своей ставкой, и как поступили мы, Алексей Леонидович? В 2008-2009 году ставка уменьшалась, а у нас почему-то сегодня поздравили с революцией в области того, что инфляция уменьшилась. Но надо кого поздравлять? Поздравлять прежде всего Владимира Владимировича и министра энергетики Нового. Наша инфляция сегодня снизилась за счет повышения цены на нефть. Если будет реализована старая экономика, такая костная экономика крупных нефтяных компаний, это все не работает. Если мы дальше пойдем по этому пути с такой ценой на нефть, то нас обгонят по уровню жизни, и Китай уже обогнал. Но и Индия, мы посчитали там в 1925 году, и Казахстан нас обгонят по уровню жизни. Мы станем бедной страной. Был же сериал американский «Доктор Хаус», в котором один из его пациентов был политик, который много раз баллотировался на должность губернатора штата и ни разу эту должность не получил. А Хаус лечил его от нервного расстройства и говорит, ну зачем? Вот у вас такая сегодня... Зачем вы идете еще раз на выборы? Это же так сложно, и вы все равно знаете, что вы не победите. Он сказал, что если бы я не ходил все эти разы на выборы губернатора и не участвовал в политике, то политика была бы совершенно другой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok